всем привет у микрофона кицу а у вас на экранах сказания о темном лесе данная игра стоит из трех основных основал сюжет из трех глав созданная думе японскими разработчиками на движке арпиджи мейкер mz точнее mb предыдущей версии за перевод спасибо синтекс группе переводчиков них есть страничка вконтакте кому интересно можете зайти поддержать ребят лайком мы начинаем кстати здесь жанр получается как рпг я так понял по поводу концовок я пока не в курске вот и сюжет основана знаете в нем будут присутствовать и бы так сказал юкая это японская мифология вообще под юкая это определение такое по нему попадает все сверхъестественное духи там демоны всякая такая проще говоря это всяческая нечисть стилистика у данной игрушки такая вот пиксельная анимешная да и в игре будет присутствовать много котиков представляете прям много-много музыка какая шикарная было слышали в игре присутствует жестокие и кровавые сцены именно персонажей и часть локации вымышленные эта история вдохновлена реальными историческими событиями да кстати немножко еще она приправлена конечно же разработчиками автора сценария для сказать интереса повествования когда мне было 8 лет мы с мамой попали в авария по счастливой случайности я выжила всякий раз вспоминаю эту аварию 8 лет безграничный темный лес заполняет мой разум 1998 год 10 год эпохи хайсэй а вот кстати до эпоха хайсэй из эпоха эдда там но у них да они считают у нас века а у них эпохи какого-то императора там правление так лес дом скамейка девочка открыв глаза и обнаружила себя на незнакомой железнодорожной станции горы окутанные густым туманом и тени брачного леса словно мерцает очнулись это после аварии начнула степали что тихо ракаши станция шиканоки ну я же садилась на поезд блин у меня вот такая фишка я короче обычные слова вообще еле читаю бывают некоторые а вот такие вот всякие финди-фуферные сходу могу прочитать без ошибок блин не знаю что со мной ерунду все ку могу легко читать а на простых вещах спина из шиканаки деревня недалеко от города курамори незадолго до аварии моя семья переехала в этот город вот видите курамори прочитал без запинок всяческих отец редко поминал мою мать и почти не говорил про курамори обучение перемещение взаимодействия так бег нажмите shift и удерживайте меню и отмена x возимое действие z сохранение ручное сохранение просто автоматическое на чекпоинтах то есть специальные точки будут сохранения в гре всего один слот под автосохранение поэтому сохранять вручную из собираетесь возвращаться в уже пройденные моменты нажмите нужно нажмите z смотрите внизу ня-ня-ня у меня есть пользователь в дискорде ня-ня-ня с ником привет тебя что это котик котик привет котик а тетя тетя черный кот няу 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 этот кот пытается мне что-то сказать няу няу впрочем я не понимаю его надо проверить другие места после завершения диалога вы можете снова поговорить с персонажем повторные разговоры обычно не дают важную информацию о загадках или сюжете однако вы можете узнать персонажи получше и возможно найдете пасхалки да ребята разработчики пишут что здесь очень много бонусах бонусов и всяческих паспас пасхалок я не знаю что за и той налево я случайно нажал кнопку какую-то да я играю на джойстик мне специальная программка которая с помощью которой можно кнопочки на джойстик себя нафигачить с клавиатурой типа будет дублироваться на джосике удобнее станция шиконаки да что что будешь делать а вот на shift и я все пасно shift короче бегать а здесь что старый плакат шиконаки мура станция фруктов приветствует вас хохохо а вот тебе хохо и хохо это что такое получим фонарик нажмите и для использования да я тут на кнопочку себе уже все настроил стоп а почему такое электрический фонарик так стоп и все погнали дальше тут разобрался с от жестиком со жестиком мне проблемки были небольшие он так определялся я еще кнопки переназначил на него поэтому у меня нажимался одновременно к фонарик включения и меню так с котиком давайте еще разочек поговорим он мяукает только все на сейчас не лучшее время для игр с котом окей это станция шиконаки на это старый плакат шиконаки мура то есть тут все одно и то же до двери двери закрыта портфельчик наш а ему на скамейку сели это моя сумка посмотрим если внутри что-нибудь важное используйте стрелки верхней чтобы выбрать пункт нажмите z чтобы подтвердить и x для отмены мир животных что такое а выбрать все таки надо я думал на первом пункте будет новая детективная романка боясь и сена точнее сена великолепная наверное книга но прочитать я ее смогу только когда приеду домой а чё ж билет на поезд в одну сторону это билет домой я же садилась на поезд тогда почему я здесь а это откуда знаю почему ты здесь домашняя работа уже скоро третий год старшей школы и домашка становится все сложнее лучше ее не трогать список книги книг для чтения который отец сказал прочитать этот список после смерти мама отец стал замкнутым он оставлял список книг для меня чтобы я могла убить время ведь мы почти не разговаривали смотри я нажал не вниз а вверх и сразу на список книг прибежал исследовать другие места ой со стороны железнодорожного вокзала донесся звук открываемой двери следующая сцена разблокирует разблокируется после того как вы после того как все важные зацепки будут найдены обычно на экране есть маркеры которые показывают важные зацепки если вы не можете разблокировать следующую сцену попробуйте найти все пропущенные зацепки однако не на все активируемые предметы указывают маркеры вы также можете обнаружить случайные вещи и события которые может быть приведут воск интересным пасхалка а вот так то вот котик пойдем с нами так углом звук похож на гудок поезда ума нам таялся за блэк форест и что-то по-японски написано внизу было давайте сохранимся тут немножко побегал телевизор или что это упавший со стене со стены громкоговоритель он до сих пор сдают звуки радиостанции fm 85.4 это радиостанция железнодорожный голос шиконаки упавший там он одно и то же говорит ладно светящаяся штучка пол сильно поврежден в нем зияет огромная бездонная дыра над которой парит белое перо получено белое перо ой дверь закрылась по дизайну похоже на корпс партия который я играл на пиаспи и чем шум радиостанция пламя небес прольется ужасным ливнем крики боли воду доноситься слово на сильнейшие порывы ветра сама проявить себя и спасет живущих от страдания похоже на проповедь какой-то секты ходят слух и якобы в следующем году настанет конец света поэтому подобные проповеди стали набирать популярность последнее время у нас какие-то видимо ключевые фразы подсвечиваются кихара кихара что за перо ярко засияло этот шум смешанный с оглушительным воем затягивает меня во тьму как только стало казаться что я теряя сознание теплый ветерок коснулся моих ушей собрав все силы я поднимаю свои тяжелые словно камни веки снова открыл глаза и увидела девушку в серебристыми волосами которая тихо сидела под струящимся вниз лунным светом ее глаза подобные розовым лепесткам упавшим на свежий снег когда появилась эта девушка комната будто изменилась простите девушка указывает на свои губы и качает головой он и гай извините девушка достает блокнот написанные слова сразу же появляются на его обложке о смысле на обложке я проклята и не могу говорить слова на блокноте проклята если хочешь узнать что это за место как ты сюда попала и прочее я не могу сказать мы оба заперты здесь из-за проклятия однако я знаю как его снять если хочешь помочь можешь отправиться со мной в курамори театр города курамори там есть способ снять проклятие об этом написано здесь на самой первой странице блокнота в курамори есть сила способна снять скрытое внутри проклятие этот блокнот не похож на обычный верно он чрезвычайно точен например вот посмотри сюда здесь написано что я встречу девушку с короткими черными волосами которые немного занудно разве это не точность блокнот не станет лгать может это божественное руководство что нам сейчас делать идти в курамори чо гекидзе прежде чем мы пойдем тебе необходимо использовать нэншу нэншу белое перо которое ты подобрала наделила тебя способностями одна из которых нэнша прикоснувшись к работающему электроприбору ты сможешь видеть связанные с воспоминания и погружаться у них таки сюда попало потому что коснулась громкоговорителя бинго и благодаря нэншу громкоговоритель вернулся обратно на стену верно нэнша позволяет вернуться в определенный промежуток времени так как ты оказалась в прошлом громкоговоритель сейчас висит на стене если ты захочешь вернуться в настоящее тебе нужно коснуться электроприбора который используется для нэнши если я подпрыгну то наверняка дотянусь до громкоговорителя но пол выглядит таким неустойчивым может обрушиться в любой момент ты можешь попробовать коснуться другого электроприбора любой электроприбор в этой же комнате может быть использован для нэнши блокноте так написано откуда он у тебя кихара это секрет фирмы сейчас я не могу ответить какой еще фирмы ты знаешь моё имя да блокнот сказал мне пожалуй надо перед представиться меня зовут кирита ньюки я писатель писатель кажется она примерно моего возраста перестань летать в облаках поспеши и разыщи электроприбор для нэнши ладно крайний срок подачи рукописи автосохранения было тормозило чуть-чуть ряд аккуратно расставленных стульев шкаф заперт надежным кодовым замком что здесь делать шкаф с кодовым замком кирита не тут кодовый замок есть какие-нибудь комбинации в твоем блокноте нет мы не можем всегда полагаться на блокнот боги ведь иногда нас испытывают такой ой что за ужас подушка сиденья внезапно сдвинулась и под ней лежит клочок бумаги а какой а вот под подушкой лежит пожелтевший клочок бумаги на нем нарисованы какие-то каракули эти вещи должны быть спрятаны меня убьют если найдут их здесь безопасно на моя память ухудшается я могу написать код понятно лишь мне красные подушки и синие подушки стулья лампы были на чем мне тут нужен листок с бумажкой в общем смотрите красные подушки три штуки синие подушки 4 штуки стулья 8 и лампы две штуки я вижу то есть 3482 понятия не имею что-то произошло но если мы расшифруем эту запись то можем узнать комбинацию оценка как я уже говорила боги благоволят нам кто сейчас сказал боги ведь иногда нас испытывают поспеши открой замок ладно что за крайний срок подачи рукописи что она там ты пишешь а приближаться самый крайний срок издатель поставит на мне крест если я еще раз не сдам рукопись вовремя неужели писатели такая тяжелая жизнь про чтобы твоя книга двух словах она про загадочные новости и причудливые истории со всей японии кстати издатель уже выпустил сборник про саппоро и сборник про киото так что можешь купить копию в любом магазине страны ты была в саппоро не было путешествие состоится немалых денег гонорара хватает лишь сводить концы с концами тогда как ты написал книгу и кто бы не узнал если бы я сочиняла эти странные истории сейчас оживу саппором если ты не была бы там лично тебе мне понять всего очарование этого города вот как а значит и принимая приглашение смотрим дальше за окном простирается необъятный темный лес то есть она не на плакат фильма мой сосед тетеро а я не знаю этот фильм может повествует о двух девочках и коте мой сосед татаро вот она и пасхалочка так время у нас девять часов написано до стрелка часов неподвижно ну так тут всего лишь часовая минутная как бы так что такое экстренное объявление если кто-нибудь заметится подозрительное лицо не несущие неизвестные баллон внутри поезда сохранять спокойствие и немедленно сообщить об этом сопровождающему при обнаружении кого-либо необычного газа какого-либо пожалуйста закройте рот и нос влажной тряпкой переместитесь в безопасную зону подальше от газа и немедленно направляйтесь ближайшую больницу на обследование 1995.4 я помню что за газовая атака в метро эйден тогда потрясла всех судя по всему объявление было размещено недавно значит оказалось 95 а какого 96 до она сказала в аварию попали с мамой это что он пожелтевший плакат с фруктами давайте откроем чтобы выбрать числа троечка четверочка потом восемь и два шкафу лежат какие-то бумажки прочее барахло комплект батареек некоторые предметы в игре можно использовать автоматически не открывая меню шкафу есть несколько листовок благожелательный патриарх синритинг уоку принес испытания он принесет лишь через преданность и смерть можно спастись от бесконечных страданий синритинг уку небесное царство истины кажется это культ стоявшие за газовой атакой в метро в 95 году начальник станции является последователем этого культа ты открыла замок да я нашла комплект батареек скорее всего они подойдут для радио кихара я впечатлена поспешил использую неншу интересно знать как по-японски переводится неншу может быть с чем-то созвучно авторы перевода просто об этом не знали нужно сюда подойти если заменить батарейки радио должно заработать вот ой шипит то как не сработало попробую включить радиостанцию 85 и 4 или 84 и 5 не помню мобильный телефон киосейл 5526 г 100 легах что он не поддается воображением это рекламная новейшего телефона этого года м мобильного телефона ты не знаешь что такое мобильный телефон нет я живу обычной и традиционной жизнью мобильный телефон вид персом переносного телефона который набирается популярностью в последние годы а я знаешь такой телефон ты говоришь алло в трубку а потом она издает набор различных звуков но киосейл 526 же гена выпустила выпустили в девяносто восьмом а мы попали 95 каким образом тут оказалась реклама из 98 ненша по сути мост соединяющие воспоминания из разных периодов времени если радио получила сигнал с 98 года значит ненша работает ага пламя небес прольется ужасным ливнем крики боли будут доноситься словно сильнейший порой ветра самопроявить себя и спасет живущих от страданий снова перо ярко засияло а мы видимо правильно выбрали станцию да нет точно кажется я вернулась где киритания а я откуда знаю железная цепь удерживающая лестницу вся заржавела и несколько звеньев уже отломилась лестница выглядит вполне прочно если проложить ее поперек дыры то я смогу пройти по ней в курс партии была такая же штука нужно было этот доску положить дырки что это почему на подушке сиденья что-то вроде они гири у нигери это рисовый не шарик ну он прямоугольничек такое но может и можно и колобки это я кирит они кстати помните она говорила что пишет рукопись вот это киритания да но прикол в том и что про мобильные телефоны особо-то она не знает даже про такой обычный телефон рукопись это ну соответственно от руки что-то пишется да раньше так называли рукописи какие-то сочинения книги там они были от руки потом я не знаю как-то перепечатывались они издавались видимо а масти по графе набирался текст буквы вручную набирались и печатался вот так вот раньше замаранчивались из-за проклятия я превратилась в голуби только в таком облике я могу говорить то есть ты сейчас голубь это неважно не забудь забрать меня с собой когда решишь уйти отсюда а у тебя разве нет крыльев тупиться я не могу полноценно использовать это тело ладно моем кармане должно хватить места для нигерей такого размера голубь киритания юки присоединилась команде слушай ну это какая-то лет и дичь ну как бы все здесь еще суда подойдем не издает звуков щеки тому странные голоса в радио слышали что там был автосейф наконец-то мы вышли я же говорил тебе что это блокнот выведет нас отсюда ой какая она прикольная лапки такие челочка яйцо я должна сказать кое-что перед тем как мы уйдем кихара я понимаю у тебя много вопросов мне хочется рассказать тебе всю правду но пока я не могу на мне висит своего рода проклятие называемое проклятие коту дама и звонил я не могу поведать тайны которые храню если попытаюсь появится невидимые руки которые сожмут мое горло столь сильно что есть слов проронить не смогу потому не могу рассказать почему я здесь или откуда я знаю эти тайны единственное что смогу сказать я не злой человек я действительно хочу помочь тебе избежать отсюда кихара это все понимает звучит неубедительно как бы сказать у меня тоже есть тайна я вижу странных существ с детства странных существ до похоже на юкаев собирательный термин для обозначения монстров демонов духов сверхъестественных существ йокаи это его с японской мифологии это все потусторонние демоны духи сверхъестественные существа вообще все вся вот эта лютая дичь детстве считала будто их видят все но оказалось что единственная такая однако они добрые и никогда не причиняли вреда не удивительно что так спокойно кихара тян обычные девочки бы испугались и зарыдали на кажись они в подобном месте у каждого есть тайны которые не стоит раскрывать ведь тогда могут пострадать люди так что я понимаю тебя и больше ничего не буду спрашивать ты понимаешь меня кихара тян это прекрасно и так пошли в краморе чо гекиде пошли она залезла ко мне так рюкзак забираем торгов автомат заросшие с родниками котечки нету а он нам просто преграждал путь и на этой мрачной ноте я закончу первую серию игрушка прикольная мне понравилось думаю будем проходить а как вам зашла нет оставлять комментарии под видео спасибо за просмотр микрофона булки отсюда на икон еще услышимся ребятушки пока пока джан и